Ребят, всем привет! Сегодня мы смотрим Супермама и наконец-то я могу сказать уже точно Это последняя русская Супермама, которую я могу посмотреть, потому что все остальные серии я уже посмотрел Ну, по крайней мере, я сейчас искал все, что возможно и вот нашел 4 серии, которые я не смотрел Мне кажется, это вот прям последнее все Ну, больше я не видел, так сказать, все другие лица я помню Вот, такое вот начало Не веселое, но нам не надо грустить, потому что сейчас будем веселиться Мы всегда найдем, что смотреть, ребят, не переживайте Димка, давай вставку, давай на позитивной ноте двигаемся Все хорошо с нами Вставка Приятного просмотра, дорогие зрители Друзья, всем привет! Вы на канале Женик и с вами, конечно же, свеженький, бодренький в новом мерчике Педро, действительно смотрим с вами последнюю Супермаму, но не переживайте, потому что я буду делать бусти Понятно, что все туда не подпишутся, дай бог подпишутся 2% из всей моей аудитории Там я буду смотреть украинские Супермамы, серии там миллиард И я думаю, что очень многие будут рады Вот, я посмотрел серии там на русском языке, я буду все это понимать Соответственно, будем хохотать, хихикать и т.д. Далее на бусти будет мужское и женское Мужское и женское многие хотели от меня увидеть хоть раз Тоже будем смотреть И я подумаю над тем, чтобы смотреть какие-то, возможно, штуки типа с NetGo Wild Про всяких там, про дикую природу Короче, я все сейчас продумаю буквально сегодня-завтра И дам вам знать об этом в Телеграм-канале Поэтому подписывайтесь на Телеграм-канал Там вся информация Далее касаемо мерча Огромное, преогромнейшее спасибо всем тем, кто заказывает Все хорошо, тьфу С продажами я очень сильно рад Хотя цены выросли Очень много людей, говорящих о том, что Столько грел и типа И что в итоге? Ну просто к шмотке так еще и дороже, камон Ребят, ну на вкус цвета товарища нет, как говорится Всем тем, кто заценил, огромное спасибо А тем, кто ожидал чего-то большего Ребят, просто не завышайте себе ожидания Это плотнейшая, качественная, приятнейшая футболка Которая в себестоимости стоит существенно дороже, чем предыдущая И люди, которые думают, что Ну это такая накрутка бешеная Видно денег заработать хочет Нет, ребят, видно я хочу заработать хотя бы что-то Но себестоимость вещей стала просто сильно дороже Я знаю, что я с этого не заработаю Столько, сколько заработал бы с какой-нибудь мемной коллекции Ну и что? Вот, зато я сделал очень крутой продукт И в целом очень много людей рады, поэтому Я доволен В целом, можем с вами уже стартовать Ставьте, пожалуйста Незамедлительно прямо сейчас Лики Это лайк, да, чтобы пальчик стал у нас белого цвета Таймеры никакие выставлять не буду Мы уже с вами повзрослели, я очень надеюсь Поэтому не поленитесь И прямо сейчас прожмите кнопочку Я буду доволен Я бы сказал так Я не буду сейчас дропать подряд супермамы Потому что это последняя серия Как только набирается 35к Я сразу же открываю следующую Ну, или сажусь снимаю Ну, мне надо один Короче, 35к я выложу Вот, не переживайте, все нормально Вот, я желаю вам всем приятного просмотра Самых-самых-самых позитивных Вибрация добра, улыбок и т.д С вами Евгений Макаренко в Носово Конечно же, коленка, ребята Поехали Первой в студии появляется Ксения В ее лексиконе отсутствуют слова Перерыв, выходной и усталость Ё-моё, блин, Ксения Так, Ксения Даже на первую встречу Вечно деловая леди пришла чуть пораньше Чтобы поработать Я приехала вовремя Мне было важно все успеть Потому что помимо сегодняшнего дня И знакомства с девочкой У меня еще куча дел В ближайшую неделю у меня достаточно Ну, это несомненно, конечно Дел не в проворот, как всегда Вечно такой плотный график Я буду заканчивать поздно И... Ха-ха, нужно, знаете, типа Везде по всем фронтам рассказать Какой же действительно плотный график Посмотреть можно будет Совсем вечером, там, часов после девяти Как отреагирует на такое рвение Мистическая мама Таролок Елена Для которой работа никогда не была в приоритете Слушай, ну, во-первых, ты не присылаешь это Смотрите, какие платья-то у всех сегодня Что это за выпуск, блин? Фотографии старого фотоотчета На момент, когда мы отчитывались о размещении А я рекомендую тебе разговаривать По телефону, то есть записывать голосовые Вообще неважно, когда Все девочки уже зайдут, начнут разговаривать Расскажи про плотный график Расскажи про то, что у тебя нет времени Посмотреть тот или иной проект И то, что ты посмотришь его примерно после одиннадцати Вот, ну, опять же Мои... Супер, хорошо, все с формулировкой Надо расчесать усы Потому что не могу говорить нормально Все Сидит На меня ноль эмоций Не знакомиться, не... Она даже не поздоровалась Вообще, кто она? Что она? И ты пишешь, что изначально были выбор... Какой ужас Суперные скроллеры Это в обе... Касаемо, да, именно скроллеров Ты сиди на... Там заткнись Касаемо скроллеров, смотри Да, это проект, который мы хотели сделать Вот, по скроллерам именно, да? Но я не могу прямо сейчас посмотреть Потому что у меня еще семь проектов Завали Вот, да Хорошо, хорошо, все Тогда уже смогу посмотреть через 40 дней Да, я просто занята буду 40 дней В их локациях, или там только один Негативное впечатление произведено уже Елена МакКлауд Это что за американская фамилия? Таролог, 42 года Елена МакКлауд Вы представляете? Ребята, всем привет Вы на канале Евгений МакКлауд И с его... Это вообще круто звучало бы МакКлауд МакКлауд Это вот так М-С-Лауд МакКлауд Это чисто американская фамилия Это какая-то баскетболистка, может, из Национальной женской ассоциации баскетбольной Не знаю Здрасте Добрый день Меня Ксюша зовут Лена Очень приятно Я оценила, что Лена пришла практически в вечернем платье То есть, человек явно подготавливался к этому дню Для нее это важно А вот чем вы занимаетесь? Я не буду Ой, вы бы лучше не спрашивали Нет времени даже на это отвечать сейчас Я чем занимаюсь? Кроме телефона А вот это вот могло задеть аккуратнее нахер со словами Падаль ты мой Отсуждаю Дисклеймер Здесь все с шутками Главный редактор одного издания Я руководитель отдела спецпроектов Работаю с ресторанами Пишу креативные концепции Перечисление всех своих работ Пока только три тут Нет прям какого-то перечисления Ну три уже таких глобальных Прям, которые реально времени жирают прилично Профессии А когда она успевает вообще ребенком заниматься А детей вы когда успеваете воспитывать? Ну я же супермама Пойдем успеваю По моим представлениям Ребенком занимается кто-то другой У нас есть няня For example, няня Как это по-русски? Няня Маклауд я просто перевожу для вас Филиппинка Она с нами живет Да, я понимаю Филиппинка Кто? А, филиппинка? Филиппинки в моде были Кстати, уже отошло Ну как Мне нравится В моде были Кстати, уже отошло Вот, смотрите Иноземный человек Может менталитет И культуру русского человека Передать И поддержать И воспитать А кто сказал Что мы хотим передавать Культуру русского человека И менталитет русского человека Мы хотим, чтобы ребенок был филиппинцем Вы, Лена, чем занимаетесь? Я Потомственная ведьма Серьезно? С кровать, да Перекреститься можешь? Как отсюда выйти? Рассказ потомственной ведьмы Елены Так удив... Елена Маклауд Попрошу ...что она не только забыла про работу Но и на время зависла Как ее смартфон После 24-часового рабочего дня Люди часто шарахаются Услышав, что я связана с магией Но чаще шарахаются те, кому есть что скрывать Работаю торологом Мне скрывать нечего Но я шарахаюсь Потому что я тут шутки разные шучу Если что, госпожа Маклауд Я честное слово Все в рамках шоу В рамках юмора То есть, ну, если вдруг что-то задело Ну, не обращать на это внимание Просто поймите, что я просто шучу Меня не надо магировать Ну, заколдовывать и так далее Торолог и ведьма Это все-таки в моем понимании про разное Не противоречище Я в шоке Но я верующий человек Я, может быть, даже испытываю Какой-то страх и дискомфорт от этого Потому что я верю, что такое существует Я просто не хочу себя с этим ассоциировать Я рекомендую тогда не тревожиться И покинуть проект Зачем тревожиться сейчас? И так куча разной деятельности И сейчас еще здесь стресс плавит Ну, нахера это нужно? Сейчас с чем-то подобным имеете дело Дети есть? Двое, да Прот, а? У меня младший с моделингом занимается А, дочь чем занимается? Летает на метле В панковской сфере работает В панковской сфере В сфере панков А, то есть у них большая разница Дочь уже взрослая Да, 22 года Вот детей Лены мне реально очень сложно представить Ну, потому что я все еще перевариваю фразу Привет, я ведьма Прям, аааа, что? Аааа А живете с дочкой со старшей отдельно? Пока вместе Пока она с женихом еще не съехалась Понимаете, вы же ей желаете всего лучшего Вы за нее переживаете, вы мама Нет, она желает ей зла Приходит дочь и говорит Мам, ааа, у меня вот бойфренд И вы Ну мы Не мама, а Hey, мам I have a boyfriend Дай-ка посмотрю Бойфренд, да, видели Когда ей еще было 12 лет Она на свое будущее Мы просматривали Мы видели, что за человек Какой Когда они познакомятся Может появление третьей участницы Интелли Сейчас такой переход был, что я немного дернулся Если вы заметили Вот даже О, вот это вот Хотя, знаете, такие глаза Вроде вот ничего не стоит ждать от нее А вроде она может просто заметерить любого В комментариях на синхроне, естественно Том, ради чего все девушки собрались в этой студии Мальчик в костюме В панковской сфере Собь секундочку Как вы в 12 лет увидели, что мальчик у меня будет в костюме? Ой, здравствуйте Ой, блин, не заметили Привет Поклянусь, мы ее даже сразу не заметили Пока разговаривали между собой Да, это все потому, что она такая, ну типа, очкастая Очкарик какой-то Ботан зашел, типа, мы даже не заметили ее Как можно было ее не заметить? Абсолютно такой же человек зашел, точно так же рядом сел О, мы даже не заметили ее Настолько незаметно Ой, блядь, какая хуйта Только не надо меня заколдовывать, ладно? Я тихая, серая мышка Я ксения Лена, очень приятно Интересно разговариваете, Лидия, очень приятно Очень приятно Мне Это я сейчас не пытаюсь, знаете, быть на стороне добра Все люди равны Я тоже могу кого-то там засрать, посмеяться и так далее Я обычный гадкий человек, как и большинство из вас Ну нет, не из вас Вы все идеальны Из других каких-то аудиторий Там гадские люди, такие же, как я Но обычная девушка Ну, в плане, типа, нет в ней какой-то серой мышки Из-за того, что она в очках и в платье в таком интересном Вот Это не значит, что она серая мышка и ее незаметно Меня это просто так раздражает Вот прям такая, знаете, тупая надменность Вот она именно тупая Можно быть надменным и прикольно надменным Таким, знаете, странным, отлетевшим Чтобы был какой-то интерес А это такая тупая надменность Сначала было немножко боязно Во-первых, они мне показывали Пиздец, две супермодели сидят Зали сразу какими-то нереальными красотками Я думаю, блин, ну я какая-то такая Серая мышь, да? Серенькая, обычненькая Тизер Она просто потомственная ведьма Поэтому вы сейчас быстро влечетесь в эту беседу У меня бабушка занималась гаданиями Типа В целом, если она думает, что она серенькая мышь А там рядом две топ-модели по-американски Тогда у меня вопросов никаких не имеется Вот и все Сережа В детстве я немножко гадала Я увлекалась картами Это было, ну, больше как игра Больше как развлечение И я, естественно, в основном гадала на мальчиков Это профессиональная история Это сфера деятельности, а у вас? Нет, у меня совсем другая сфера деятельности Но в данный момент я нигде не работаю Потому что я в декрете А вообще я HR До этого учителем работала Если бы я была директором по рекламе Какого-нибудь известного успокаивающего средства Я бы прям Лиду бы рассмотрела Такого-то эффекта можете получить Всего через день и день Ну ладно, что-то в этом было смешное Ну потому что прям Мисс Взвешенность Мисс Спокойствие Мисс Серая Мыш Ну зато Супер Мама Серая Мышь Сто процентов нормальная, ребят Поверьте мне Вот вы если тут Вы тыкнули, потому что увидели Серая Мышь И не надо меня обманывать Вот В декрете, значит, у вас есть муж Ну в декрете есть муж И на свободе есть муж То есть у нее два мужа Декретный и на обычке Это вырезы Диме Ой, хорошо, хоть кого-то есть А детей сколько? Детей трое Для троих детей хорошо выглядит Достаточно свежо Видно, что без макияжа Ну в рамках Серой Мыши, естественно Даже без косметолога, но она бодренькая А чем ты дома занимаешься? А чем ты дома занимаешься? На троих детей понятно, что есть чем заняться Бодрая серая мышь У меня детьми разве есть чем заниматься? Если бы я была только с детьми, я бы уже сошла с ума Вот, у меня есть своя отдушина Сейчас пишу роман Так ты просто Не сходи с ума Не жалей ни о чем Ведь ты Прости Потом Какой тематике? Будьте смеяться, но это тоже об образовании Мой роман называется Школа веры А он о школе И о вере Сейчас блогер Лилия Правда готова вписаться в этот коллектив И скорее Лилия Правда-то готова А вот Евгений Лож Будет сейчас слушать все очень внимательно Иристки, многодетные мамы и настоящие ведьмы Здравствуйте Какие красивые Не понял, тоже ведьма? О, еще одна блондинка, прикольно Привет Очень приятно познакомиться с вами Вас как? Лена Лена Я сразу увидела длинные ноги, красивое платье Ксения А мне показалось, что мы немного похожи с ней Лидия Лидия Такой вот божий дубанчик Я постараюсь всех запомнить Мне очень плохо с именами Лилия это, конечно По-другому не скажешь Почему? Фраза У меня плохо с именами Я вас не запомню Это катастрофично вообще было для впечатления Для меня это оскорбительно, как минимум Я блогер А Лилия Правда Давайте Лилия Правда Сейчас Евгений Лош выскажется быстренько Смотрите У меня такое ощущение, что В целом, как будто бы, знаете, там 95% людей не запоминают имена сразу же Вот я просто вот вспоминаю все свои какие-то заходы в какие-то компании, на какие-то мероприятия Там типа Олег Да, Семен Дима Макс Секунду, нахуй, я все забыл Ну я помню, конечно, Диму, нашего любимого, который монтирует наши ролики Это я не подлизываюсь Я просто решил высказаться Вот Но в целом, реально, очень тяжело запомнить имена Очень Особенно вот если захочешь, сразу три имени тебе влетают Я в инстаграме Лиля Правда Потому что я пять лет назад начала вести свою страничку И рассказывала своим подписчикам всю правду, как у меня проходил развод Лиля Правда 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 в чем? Я развелась Я два раза развелась Я дважды правда О, я вообще истинна Мой блог иначе Ну она будет, скорее всего, прям давать жару, я думаю, наша Маклауд, да? Маклауд Госпожа Маклауд Я готов сесть на колени, госпожа Маклауд Развиваться Сейчас у меня два с половиной миллиона подписчиков Два с половиной миллиона подписчиков Мне намного интереснее в Астралии путешествовать, общаться с духом Их неграничное количество Можно пообщаться с кучей интересных людей и нелюдей Что вас подвигло в этот... Мне нравится, типа, человек рассказывает про вообще что-то То есть вместо Инстаграма могло быть что угодно, она такая Это, конечно, классно, но мне интересно В Астралии немножко попутешествовать Пообщаться с людьми, да или не с людьми, неважно Вопрос в том, что это интересно мне намного больше, чем что-либо другое Ладно Настолько досконально выкладывать свою личную жизнь в пространство интернета? А так получилось Я даже не планировала это делать Просто вот то, что был тяжелый развод Вышла в прямой эфир, да, и просто поделилась Мне кажется, что если человек уже начал выворачивать свою душу перед аудиторией Это приобретает характер некой даже зависимости То есть ты уже привыкаешь это делать, ты не можешь остановиться Тема блога — это вера в себя Вера в себя, в то, что руки опускать не нужно Что обязательно все получится Правильно поставить цель Верить в нее Идти к ней Я просто не могу Я вот, кстати, сколько вот я уже снимаю Ну, достаточно многое на самом-то деле Считать еще, если Инстаграм Напоминаю, что до Ютуба у меня было сколько там, 270к Заблокировали, правда, но да ладно Причем 270к — это для меня гордость Это настоящий 270к У меня ролики набирали прям очень много просмотров Намного больше, чем мои просмотры Вот Это я так просто самоутвердился, похвастался, потешил эго И вот сколько времени уже прошло там, где-то года три Здесь уже третий год Кстати, в мае у меня будет, в конце мая, три года каналу Шесть лет Обязательно За шесть лет я понял, что я вообще не хочу делиться прям вот личной-личной какой-то жизнью Что-то там рассказывать про семью, про какие-то там отношения А вот есть люди, которые прям вот любят все рассказывать Типа вот мы сегодня проснулись Я не говорю, что это плохо Просто для меня это настолько несвойственно Я даже не знаю, как объяснить То есть я не представляю ситуацию, как я такой О, привет, вот мы сегодня проснулись Вот сейчас поим к маме Мама, привет, поздоровайся Не знаю, просто вот не мое Ничего с этим поделать не могу Назвать я блогера, что это работа Многие считают, что блогеры Че? Получится правильно поставить цель Верить в нее, идти к ней Я просто не могу назвать я блогера, что это работа Все понятно Многие считают, что блогеры ерундой страдают, ничего не делают, хотя по факту это очень тяжелая работа А уже даже не хочется говорить про то, что это тяжелая работа, потому что, мне кажется, это понимают нормальные люди вообще все Блогеры это не работа Поехали А у вас психологическое образование есть? У меня нет психологического образования Я всегда увлекалась психологией Мне это нравилось И как-то, знаете, от природы дано Не знаю Просто, как говорят, мотиватор Позитив вот этот Эти мотиваторские мотиваторы Это же, что говорю, без психологического образования Что она может мотивировать? У меня двое детей Старшему сыну Это тоже бред полный Потому что вот я, допустим, кем вдохновлялся? Я, наверное, рассказывал уже не раз Кейси Нейстадт и Дэвид Добрик Допустим, вот два американских блогера Которые меня в свое время просто невероятно мотивировали Они могли тоже как-то высказываться Вдохновлять там свою аудиторию на что-то Но у них тоже вряд ли есть образование Мотивировало ли меня это? Ребят, вы не представляете, как Я из-за того, что увидел, как Кейси Нейстадт снимал вот эти вот влоги На протяжении года, каждый божий день Я из-за этого начал долбить ролики в Инстаграм Не каждый, конечно, день, но очень часто Потом, опять же, вспомнив вот то, что он делал на протяжении года Я сделал свой первый челлендж Тридцать роликов подряд Ну, типа, конечно, это вдохновляет, это очень круто Но, видите, у них нет образования психолога Поэтому... Дурачок я, что вдохновился кем-то и как-то Цену 15 лет Младшей дочке 10 месяцев Вот, ну вот я вот второй раз замужем Обожаю похлопаю Это прекрасно Лиля постаралась сразу привлечь наше внимание И настроить нас на лояльность Да, это было видно Инстаграм не секрет И я Америку не открою, если скажу, что это реально сейчас Хорошая площадка для своего продвижения Чем ты занимаешься? Наконец-то! Наконец-то я спросила хоть у кого-нибудь Кроме себя Если честно, я сейчас прямо услышала какой-то сарказм Я этого не люблю И я человек прямой, я сразу говорю Нормально, слушайте, тут прям битва намечается Но я скажу честно Вообще никак не связано с тем, что она там инстаграм ведет То, что у нас какие-то схожие профессии Просто вот Ей задали вопрос, чем она занимается Она начала рассказывать Да, возможно, можно было бы как-то это покороче рассказать Но... Причем тут вот это О, наконец-то ты спросила Ну, так это... Не колдовать меня, Маклауд Не надо Я, конечно, немножко переиграла, утрировала Чтобы, во-первых, прервать ее монолог Во-вторых, посмотреть на нее в настоящей реальной жизненной ситуации Я изначально говорю, что я реагирую вот на такие выпады очень резко Потому что я этого не приемлю в свой адрес Я себя уважаю Подожди, ты сейчас как-то очень странно реагируешь, если честно Типа, мне тоже как-то это было непонятно, если честно Камон, че? Ты же психологиня Я ни разу не юрист, но вы... Психолог! А то нам с закона повыходили интересные всякие Что за психологиня? Что я взял, да? Психолог Возможно Она вообще тебе ничего не сделала Ты просто ее заклевала, что она даже стушевалась Это как-то странно Да, я не успела задать вас Посмотри, а я... Не надо видеть агрессию Потому что я в этом, где ее вообще даже близко нету Лиля Она там была, к сожалению Такая прям вот наседает, как страшный монстр на... А почему я? Что я вообще должна? Мне вот тут сказали И вот у нее прям такое Она прям отчитывает Лену, как первоклашку Во-первых, человека нужно уважать за его реакцию Вот у меня такая реакция Может быть, это стрессовая А у меня такая реакция А у тебя такая тоже, да Поэтому я тебе ее озвучила Какая-то хрень Вот именно, что даже Никто толком не понял Но человек умудрился перекрутить И увидеть в этом какую-то агрессию в свою сторону Я позитивный человек И негатив в свой адрес Мне нравится Я позитивный человек И вот эта вставка Я не потерплю сарказм В свой адрес Просто, знаете, прошло минута с диалога Я не терплю никогда Я хотела подарить вам монетки на удачу Так как у меня блог про позитив Про веру в себя У меня есть такие именные монетки Ну понятно Настраивает на лояльность Подкупает, грубо говоря Это уже взяточничество Это уже взяточничество Отлично, Дима Сейчас Это уже взяточничество Ебануться головой Подождите Я не могу сказать взяточничество Сейчас, секунду А это уже у нас, дамы и господа Взяточничество О как Да, ребята, у меня все хорошо с речью С одной стороны все будет хорошо С другой стороны там Лиля Правда Вы не против, если С другой Евгении ложь Я подарю вам монетки на удачу С собственным именем монетный двор Примите от меня? Я точно нет Я не знаю почему Да, бывает такое Лена это про вот все в штыки Все в штыки Я, если честно, даже рада, что Я не Лена Моя искренняя энергетика душевная Не попала к этому человеку Потому что подозреваю, что у меня нет успеха Мне нужен ее частичка Ее маленького там убогого Непрофессионального успеха Да, они прям уже собачатся Вот мне и вот эту вот с ее именем Это вообще что? Это куда? Примешь от меня монетку? Ну, удача А я возьму Пусть все твои желания исполняются Спасибо Правда Пусть все у тебя тоже будет хорошо Правда А души? Пусть так и будет Ну, со стороны Лили Наверное, это был элемент пиара Надеемся, что эти моменты Не будут расценены как взятка Ведь за звание супермамы Как взяточничество За последнюю конфету в любой многодетной семье Борьба должна идти до самого конца И первой, кто на время превратит свой дом В клуб оценивающих мамаш Будет Лилия Правда Лилия Правда 34 года, блогер Два года назад переехала из Хабаровска в Москву Лилия Правда Это псевдоним, потому что я всегда говорю правду в лицо У меня два с половиной миллиона подписчиков В жизни у Лилии также есть Слушайте, ну два с половиной Захотелось даже посмотреть просто Как живет этот аккаунт Что с ним происходит Итак Лилия Правда Лилия Правда Два и три А не два с половиной миллиона подписчиков Итак, поехали 20 апреля фотография 11 тысяч лайков 12 тысяч 7 Ну, в общем, да, аккаунт есть Вот Активный Три награды Это муж Антон и двое детей 15-летний сын Алексей И 8-месячная дочь Елизавета Антону 34 Он занимается проектированием горных работ И покорить вершину по имени Лилия Для него не было большой проблемой Главное Действовать по схеме большинства мужей И просто выполнять все команды жены Все Босс на месте А Рядом Любимый человек Процелую тебя Я его А то и меня И ты меня И я его Вот так выведю Я вас, блин Самый-самый классный день в жизни И даже когда камера смартфона выключается Лилия продолжает вести себя так Будто каждый год Дед Мороз вместо подарков Дарил ей гормоны радости Ведь ее главный принцип воспитания детей Это бесконечный позитив Даже когда дети шалят Где Лиза? Ку-ку 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 Надо прям с утра улыбаться своим детям Дарить им положительную энергетику И тогда они вырастут самыми счастливыми Леша уже взрослый Но я его воспитывала по такому Может у него так все ролики смотреть? Что бы не происходило Я такой Ха, блин Нормально, нахрен В той же методике Он вырос добрым, позитивным парнем Вот они, гонщик Гонщики мои Вы же мои хорошие Даже представить не могу Что у меня такие взрослые дети Я супермама Потому что я смогла реализовать себя И в то же время Уделить максимум внимания И заботы, любви Своим детям Утро начинается не с кофе Эту фразу можно смело отнести К нашим участницам Которые ни свет, ни заря Ох, как же участницам сейчас Некоторым может не понравиться То, что жилищный комплекс В котором живет Лиля И правда выглядит Хотел сказать Что-то прикольное Но просто скажу Очень-очень хорошо Почему сбился, ребят? Потому что свет обрубился Я не приемлю отключение света В свою сторону Просто не приемлю и все Скажу сразу На берегу Купите мерч хотя бы, а? Позорище Я не приемлю Непокупок в мою сторону Лампа села Я ее запрограммировал Сейчас, быстренько Пока Пока вы ждали И все И свет работает Фух Блин Поехали нахрен Ребятухи, блин Улыбнулись все быстро Раз, два, три Поехали Собрались возле Элитного жилищного комплекса В новомосковском округе столицы Но не для того Чтобы смотреть Как живут успешные миры сего И расстраиваться У них есть дело поважнее А именно Оценить Честно говоря Я просто очень люблю Рассматривать всякие дома Ту Самый правдивый блогерш у России Лилию По трем критериям Хозяйственность Самореализация И воспитание детей Из-за отключения света Какую-то хрень наговорил Короче Очень люблю рассматривать Всякие разные ЖК Я не знаю зачем я это делаю Просто мне это нравится смотреть И мне очень нравится Вот такая атмосфера Которая там царила На той картинке На том кадре Вот Пока В финале психолог проекта Виктория Дмитриева Отдаст свои 10 баллов В финале В финале проекта Виктория Сикрет И зачем я это сказал Участница Которая на ее взгляд Заслуживает звание Супермама Победит та У кого в сумме Количество баллов Будет больше Ну что мамы Вы готовы? Тогда покажите себя С лучшей стороны Ну через часик давай приходи Хорошо? Да, да, давай Все, хорошо Это и вечно дела какие-то Привет 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 Рада видеть Такие красотки Где Ксюшу потеряли? Опаздывает Возможно девочек Она была действительно рада видеть Но в моем случае Я в искренности ее встречи Не поверила И поняла Что это все как-то на камеру Для демонстрации своего гостя Ну это ты просто додумываешь А правда живет сейчас Просто с улыбкой С радостью И так далее Вот Госпожа Маклауд Просто будьте добрее Римство Привет 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 Ксюша Супер Мы ждем тебя Паркуйся Лидия нас ждала На улице Встречала лично Для меня даже Наверное странно Ты живешь В квартире То логично Ты ждешь Встречаешь в дверях Квартиры Не на улице Так Проходите Проходите Класс Вон здесь мы живем И что-то вкусно пахнет Ну тут в целом Комментариев Наверное не надо давать Да по ремонту никаких Я думаю что не надо Я ожидаю от Лены Что она начнет Сразу придираться И искать То чего на самом деле Нет в моей квартире Первое впечатление Квартира произвела Прям хорошая То есть все очень чисто Удивительно так Аккуратно Хороший дизайнер Все это продумал Красиво Светло У нее шикарная Гостиная У тебя зеркало шикарное Ты наверное любишь Просторно А еще выходишь на кухню А еще да Судя по всему Шипоголик Если бы собственно Себя сейчас Тут заново Делала ремонт То такую стилистику Для интерьера Я бы для себя Тоже рассматривала Она мне близка Мне очень понравилась Это наша первая квартира Которую мы Слушай Ну это прям редкость Всем трем девушкам Прям понравилось Удивительно Купили сами Делали там ремонт И конечно Мне как хозяйке Безумно приятно Не, ну ремонт реально Очень хороший Мужа Да С нашим Добрый день Добрый день Меня Антон зовут Очень приятно Хотела схватить меня Ты хорошо смотришь Это Антон Это Ксюша Очень приятно Лида Лена Лена Очень приятно Все, проходите Ой, такой скромный Он поразовел Я стесняюсь Он немножко робел Это было видно Но он держался Достаточно уверенно Я пойду сейчас Не то, что серая мышь В начале видео Шутка, конечно же За Лизой А Антон проводишь? Да За Духом Кофе имеешь делать? Да, кофе Прекрасно Все сделано Пойдем Я не боюсь, что Антон Сболтнет чего-то лишнего Потому что нет Каких-то у нас Глобальных секретов Мы что-то скрываем Глобальных нет Видите, какую пометку сделала А какие-то такие Микро Точно есть Поэтому Мне не страшно А чем ты занимаешься? Проектированием горных работ Мы же с Хабаровска У меня в Хабаровске Фирма по геолого-маршедерскому Обслуживанию Это оформление карьеров Проектирование Ты из дома работаешь Или только сегодня выходной взял? Нет, я из дома работаю У меня офис там У меня офис там Сотрудники в Хабаровске сидят Это Лилина идея была переехать Как ты к этому отнесся? Ну я вначале сопротивлялся Поехать в Москву У меня не было никаких Ни знакомых Никого Здесь вообще ничего не было Ну и как-то она меня уговорила Потому что и в соцсетях Должна быть идеальная картиночка Она достигатор И она должна достичь Вот такого прекрасного мужа Который за ней в огоне воду Ну это уже, если честно Такой бред, блядь Ну типа Она не могла просто Захотеть поехать в Москву Потому что ей нравится Москва, нет? И кофе ей принесет И свои амбийцы Засунет тебе в задницу А как у вас распределяются обязанности? Если ты много времени проводишь дома А она человек публичный Ну что? Тоже дома проводит время? Или больше путешествует Встречи какие-то? Нет, мы дома постоянно Она снимает дома контент Я дома работаю У нас маленький ребенок И это как бы Складывает определенные Определенности поровно, да? Памперсы ребенка умеешь менять? Могу вообще все с ребенком На мой взгляд, это не совсем обычно Это было прикольно Узнать, что человек настолько включен В жизни своего ребенка Что может поменять памперсы? Впервые слышу, что отец меняет памперсы О май факин гаш Унить с моим мужем Поменять подгузник Фраза о май факин гаш Я же ее говорю достаточно часто И я у Ильдара в ролике Сейчас, когда мы ждули смотрели Говорил про то, что я смотрел Недавно относительно Комментарии с нашего влога с Турции И там вот два комментария мне запомнились Первый это типа Вот из-за таких, как вы думаете, что русские это свиньи Я такой Ну ладно, хорошо, так Второй комментарий Как же меня трясет Можете его прям найти, кому не лень Трясет или я прям не могу Ну что-то вот в таком Ну по-моему трясет От того, как у Жени ужасный английский Как он говорит О май гаш Поэтому, если вы смотрите Конкретно вы, кто писали комментарии Я бы хотел извиниться и сказать О май факин гаш Гаш О май гаш Спасибо Мне так стало легче Иногда у нас бывает Небольшая такая семейная потусовка Мол Я не хочу Иди сама Лиля Использует его В качестве Домохозяина А кто главный добычек На данный момент У Лили Свои Есть доходы У меня есть свои доходы И мы У нас как бы В этом проблемы нет Его роль я не очень поняла Но кофе варит хороший Если честно Мне надо пойти Немножко поработать Спасибо за кофе Пока что я от Маклауд вижу Просто огромное количество Каких-то докопов Абсолютно непонятных Уверена, что Лиля Перед нашим приходом Конечно подготовила А он не настолько арти... Как же ей не хочется верить Что все так хорошо Как же не хочется Еще, кстати, скорее всего Ремонт в кредит И они по сей день Его выплачивают Просто еле-еле И шкуру лезут вон Как говорится Есть, он на самом деле Такой нормальный Обычный мужик Которому вот Выдали роль Идеального Главы семейства Который он должен был исполнять Типа чел не может Да, работать удаленно Получать деньги И кайфовать Нет Это все роль Кто там? Лиза? Ой, какая Кто там? Привет! Маленькая булочка Супер Можно потрогать Слушай, ну, во-первых Она вылитая Антон Это вообще Копия Антона Маленький Антончик Говорят Я переживала Как она отреагирует На такое большое количество людей В нашем доме Такого никогда не было Ну, смотрю, что она С интересом смотрит Пересев на диван Девочки вызвали Лилию на ковер Причем как в прямом Так и в переносном смысле А вы спросите Умеет она разговаривать Как-то читать Знает ли английские буквы? Просто если не знает То, скорее всего Ребенком просто тупо не занимаются Когда ты грудь сделала, да? Сложно не заметить Что у меня корсет Да Я, конечно, против Вот этого Вмешательства, да В свое тело Я всегда за то Что в первую очередь Все, что мы делаем Мы делаем для себя Не для кого-то И не для чего-то Если у Лилии было такое желание Да, вообще Вперед Супер Мое мнение по этому поводу Понятно Однозначно Что, конечно, бы я не стала Ну, делать грудь И вообще Это супер, что она не стала бы Это интересная информация Я думал, она стала бы Витя Акас Она не стала бы Ой, тема сисек Она вообще Очень такая Острая А почему так быстро? Может быть Лучше было бы Покормить подольше? Не, я Тема сегодняшнего ролика Достаточно острая, ребята Тема сисек Поехали Я не из-за того, что я хотела сделать грудь, конечно же Ну, я откормила два месяца И молоко пропало Я не бросила, потому что я хотела грудь Я не верю в историю, что молоко пропало Потому что большинство таких историй я слышала И знаю лично женщин Которые прекращают кормить грудь Чтобы побыстрее сделать сисечки Быстренько мы так родим ребеночка Быстренько На смесь Папочка будет его кормить А я тут Вау А можно еще про грудь поспрашивать? Да, конечно Насколько я знаю После грудного вскармливания Надо паузу выдержать Совершенно нарушено взаимодействие с ребенком Контакт с собственным малышом Из-за того, что она действительно отлучила ее от груди По сути, ребенок не чувствует вот этого вот Контакта какого-то с мамой Я не отказывалась от грудного вскармливания Лишь бы сделать грудь Ну, я в своем уме, естественно, нет Врач сказал выдержать полгода Я даже выдержала восемь месяцев Была мама, была Антон И вот месяц реабилитации у нас вот проходит таким образом Ребенка брать на руки По рекомендациям врача Месяц на руки брать нельзя ребенка Какие пальчики Здравствуйте, Виктория Дмитриевна Конечно, это миф Что если долго кормить грудью То создастся особая эмоциональная связь Если бы все было так просто Это не миф Госпожа МакКлауд Явно знает лучше Я это все не слушаю даже Просто кормишь грудью Есть эмоциональная связь Не кормишь, нет Но все сложнее Эмоциональная связь создается годами Конечно, грудное вскармливание Это прекрасно Но если у вас по каким-то причинам Его не получилось Не вините себя У меня был способ Я вот так вот брала ее на руки Получается На ногу вот так садила И нагрузка была И все равно ее вот так обнимала Сажала Мало, потому что для меня месяц Это невозможно Да, это невозможно Она пахнет вкусно утром И вот так вот Ну, либо Антон держала Я ее вот так вот обнимала Я заметила такой момент Что она отвлеклась очень на беседу с нами И ребенок уже пошел сам куда-то ходить Хотя ребенок совсем маленький Всего 10 месяцев Ее глаза были устремлены Только в глаза оппонента Она вещала Она рассказывала свою историю Она в образе Она вещунья такая Помогатор такая все идеальная Ее глаза даже не дергались В сторону ребенка Куда же там малышка ушла Что там происходит Может быть, стоило Лиле Немножко внимательнее Отнестись к своему ребенку Ну вот В рамках диалога одной минуты То, что вот сейчас произошло Это такой бред Я прекрасно, блядь, могу видеть Боковым зрением Что происходит с моим ребенком Зная то, что там съемочная группа То, что нет никаких острых предметов Тут просто диван и пол Вот я говорю с оппонентом Смотрю ему в глаза хорошо Вот вам То есть я такой Да, я Евгений Лоша Я знаю то, что нужно мотивировать людей Я прекрасно вижу, что происходит сейчас вот тут Прекрасно Какие Ну Для меня это странно То есть у меня рефлексы Сами, когда ты дергаешься Поворачиваешь Где дитя, куда пошло Еще в таком возрасте Девочки Я пойду уже спать Ее укладывать Она уже капризничает Ладно Пока-пока, малышка Я сейчас вернусь скоро Если вы думаете, что звездный час для Лилии Это большое количество лайков и комментариев То вы сильно ошибаетесь Для нее, как и для других участниц супермамы Звездный час Это когда ребенок уснул Только в такие моменты мамы могут расслабиться И пообщаться на важные темы А ты планируешь няню брать или будешь дальше сама? Мы рассматриваем возможность взять няню Потому что мы работаем Я, конечно, противник нянь Тем более в такой ситуации Тем более нянь филиппинок, я помню Есть муж, который сидит практически всегда дома За исключением может быть кратких поездок куда-то там в Хабаровск Это совершенно странная история Слушай, у тебя трое детей, Лида У тебя никогда не было мысли завести няню? Помощница себе взять Конечно же нет, это отдаляет Я задумываюсь о няне Ну вот сейчас Когда год и 10 ребенку до этого Я не рассматривала такую возможность Может быть, это какая-то моя гиперответственность Или страхи какие-то мои собственные Я просто боюсь доверить своего ребенка кому-то чужому У меня есть такой стопор В моем случае решение о том, что няня обязательно будет Было принято еще даже до рождения ребенка Но просто у меня бы это вообще никак По-другому не получилось Реализовать так, чтобы сохранить весь стемп работы, который есть Когда у тебя работа, если ты ответственный человек И ответственно подходишь к своей работе Как ты можешь ее остановить? Мне показалось, что она хочет еще больше времени освободить Для своих подписчиков, для зарабатывания денег И они для нее намного важнее самой семьи Какой этап Я просто не могу Ну смотри, время одно Либо ты меняешь памперс, либо ты работаешь Я однозначно своей няне в будущем скажу Глаза, глаза, контакт Да, блять, глаза, контакт Лежишь обосранная и прям очень хорошо помнишь, как мама это все убирает с папой Естественно, мы в это верим Глаза помню Я не понимаю, как можно помнить, как тебе в 9 месяцев Вы не понимаете А госпожа Маклауд прекрасно понимает И не надо спорить Чтобы не пропала важная связь с мамой Когда вы берете на работу няню Нужно грамотно распределить обязанности Во-первых, оставить за мамой все случаи Когда ребенку нужна ваша помощь и забота Например, когда он заболел Вы должны сорваться с работы и провести время с ним Если ему нужна поддержка на утреннике Чтобы родитель за него порадовался На всех утренниках тоже вы с ним А вот как раз поменять подгузник Погулять на детской площадке Все это может прекрасно сделать няней А зрительный контакт? Связь! Подгузник, говно, мама, глаза Вы угораете? В смысле, няня Я во херах просто сижу, грубо говоря И никакая связь с мамой не нарушится А теперь покажи нам, пожалуйста, свою кухню Что вы кушаете Пойдемте покушать Полазим по холодильнику Очень интересно А чем вы кормите ребеночка? Без проблем Я вообще по этому поводу не переживаю Потому что знаю, что у меня холодильник всегда чистый Всегда полон едой Свежий Это к нашему приходу все так профессионально упакованы? Нет И как же ей все не нравится Боже мой Просто любая мелочь в этой квартире А, это ты сейчас подготовилась, да? Это уже не могло быть просто так На самом деле у нас сегодня был повар Он к нам приходит два раза в неделю И так получилось, что именно сегодня Ну не каждый день, да? Он не каждый день, да То есть он готовит на 2-3 дня? На 2 дня, получается Он такая Так, все слишком идеально Дай-ка я еще немножко покопаюсь А повар как часто приходит? А, то есть не каждый день, да? Ага То есть раз Вот два раза в неделю А значит еда уже не такая свежая на третий день, да? Когда повар уходит Ну, грубо говоря, да? Да И вот сегодня Да, возможно я немножко переигрываю, ребята Но мне хочется именно так Вот он был и все упаковал Вот она сама оплачивает себе повара Значит она прекрасно знает, что Повар готовит в любом случае лучше ее Ну вот допустим он готовит порционно, да? Остается разогреть Какая красота Положить на тарелочки и все Это была моя мечта, повар Реально прямо, да? Мечта Это и моя мечта Да Вот теперь я вижу, как она Она визуализировалась Да, да Обществом принято, что это должна делать мать Жена Ну, если бы у меня была возможность, скажем так Не, повар это 100% круто Финансовая Я бы поступила так же Я бы тоже наняла повара У меня прекрасное отношение к повару У меня вообще прекрасное отношение ко всему Что если человек хочет улучшить свою жизнь Сделать ее комфортнее, вкуснее Как угодно на это зарабатывать Чё б нет В натуре Так, ну смотрите Вот я это достала уже Посмотреть Вот без соуса, да? То есть не смазано соусом Вы не пользуетесь? То есть не смазано, да? Соусом в данный момент Вообще, Данила Это нам готовит таким образом Берет горелку И вот это все вот расплавливает Да Она вот так вот достала тарелку И так двумя пальчиками Начала доставать вот так вот Небрежно круассан Который был приготовлен Пару часов назад Просто без комментариев Круассан он сам печет? Круассан он делает место, замешивает Да Ну получается Это же не просто по факту Несвежие бутерброды Бутерброды и брускетта тоже Бутерброды должны жить Несколько минут Боже мой Какой ужас Еда Да, бутерброды Именно, знаете Жизнь бутерброда Она несколько минут длится Вот Если больше Это уже старый Такой, знаете Чёрстый бутерброд Который, скорее всего Только испортит ваше здоровье Вы на свадьбу, когда приходите К кому-то Или на какое-то мероприятие Там банкет, фуршет Вот это Ну любые слова подставляйте С этих мероприятий Всё подойдёт в целом И там бутерброд Как только их поставили Надо прям залетать Оравой Да И сразу эти бутерброды Запихивать Пока вот пару минут Не прошло Потому что, ну 5-7 минут А там, если мы говорим Про 30-40 час Ну Можете сразу идти к врачу Аппендикс И так далее Да вот Душа, несвежая Я была весьма удивлена Мягко говоря Это настолько Смешно и нелепо При наличии повара Приготовить закуски Которые являются По сути бутербродами Мне как готовящие Самой женщины Было нелепо Потому что Это было Явно сделано Просто для красоты Госпожа Маклауд Я могу сказать честно Вы себя просто Закапываете до такой степени Что в комментариях Все будут только лишь Смеяться над вами Если это была цель То вы ее выполнили 100% Но если это целью не было То спешу вас огорчить Вот так вот Естественно Как всегда У нее Главная картинка На первом месте Картинка А что эти продукты Еще люди будут Через некоторое время есть Это совершенно Ее не касает Хорошо Хорошо Не свежие продукты Хорошо Не тобою приготовленные Не свежие продукты Да, по моим представлениям Бутерброд Заветренный Голодные Остывшие макарошки И бутерброд Заветренный И холодные сырники Я буду Это какая-то Прям просто Ну знаете Вот здесь уже Прям желчь полилась Просто прям желчь Просто в шоке Мне очень было интересно Посмотреть, что она ест Тогда Нет, сегодня тебе кушать Будет нечего Прости Все приготовлено Час назад Уже пропало Я видела в соцсетях Что у тебя повар Я умею пользоваться соцсетями Поэтому я приготовила сюрприз Не скрываю Я рискую быть побитой Ну не позволяет мне Какие-то свои внутренние установки Дать оценку за хозяйственность Повар Правильно? Он же не участвует А почему за хозяйственность? Я отвечаю Я организовала Да, поэтому Да, это хорошо Я заработала на повара И тут Извини, Елена Можно я тебе сразу скажу Что я отвечаю за хозяйственность В своем доме И эта еда Появилась на этом столе Потому что Я организовала этот процесс Почему-то люди считают Что если у тебя повар Значит ты плохая хозяйка Я считаю Что хозяйка в доме Это как раз Та женщина Которая организует Своё пространство в доме Таким образом Чтобы была еда Было чисто Было убрано И царила Атмосфера Любви в доме Я прошу тебя Приготовить Да, я так и знал Что будет Да, да, да На ужин Супчик, овощную рагу Или что-нибудь Интересное Слушай, ну Своими руками Продукты 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 Это вообще Да Спасибо Продукты лишними не бывают Тогда я тебе смела Поставлю высшую оценку За хозяйственность Я не знаю Что это проверка такая Смогу ли я приготовить Или нет Боже мой Мне 34 года Я за свою жизнь Столько готовила Что вот Удивить меня Овощами Ну нельзя Она же знала Что мы придём в гости И мы будем оценивать Её личную хозяйственность Она хотя бы Додумалась бы Что-то сделать Эти же самые бутерброды При нас Просто Да кинь ты Да, пунь Эту ветчину Сама при нас Пунь листик салата Да мы были бы счастливы И этого бы достаточно было Ну извините Ради оценки Терпеть такое отношение К себе Это не про меня Есть уже еда И я не сторонник того Чтобы переводить продукты Ради того Чтобы потешить Твоё самолюбие Практически как нахамила Можно сказать Как нахамила Прямо можно сказать Что действительно нахамила Потому что принципиально Я не буду лично для тебя Готовить вот из вредности Ну типа я умею Да И конечно я могла И сама прекрасно приготовить И салат мне этот Стоит не нужен Мне надо было Посмотреть на её реакцию И столько негатива Когда её выбили Из её сценария Хорошо Потому что в ресторане Меня бы это не устроило Тут подразумевается повар Повар должен оправиться Сегодня ты не ешь Чего это я не ел Тебя наказали Ага Сегодня ты не ешь Нет То есть ты мне ставишь Плохой цирк Ты мне готовишь салат Я ем только его Ты ешь только салат сегодня Да Зато он свежий Супер Девчонки А нам придётся есть Вот эту всю несвежую Только заправку сделаешь Передясь засмириться Ничего страшного Я тоже смирюсь Такой цирк на самом деле Просто Я не могу Отлично девчонки Лена постоянно наезжает Ксюша Чувствует в неё поддержку В каких-то моментах Лида нейтралитет Ну там что-то Что-то Вот так вот Он даже так разговаривает Очень аккуратненько Тю-тю-тю-тю Тю-тю-тю-тю Вот так вот Мне кажется Не стоило Ни Лили на неё Как бы особо наезжать Ни Лени в ответ Это делать всё Я вообще замирила В всём мире Да Ни в коем случае Не наоборот Ага Ну во-первых Парень явно Увлекается музыкой Играет С чего вы это вообще взяли Это заметно Причём Как минимум Тридбух В видах этих гитар Ой, здрасте Ой, здрасте Привет Мы пришли в гости к твоей маме Где ты был? Я на работе был Бегал Странно Фоболка сухая А сколько тебе лет? Пятнадцать Ты работаешь? Да Да, как же А где? В кофейне Что делаешь? Кофе варю Вообще очаровательный мальчик Он всех очаровал Ты давно работаешь? Может быть месяц Или чуть больше Это был твой выбор? Ну, да И для чего тебе это нужно? Ну, чтобы зарабатывать Это круто Быть готовым К взрослой жизни То, что он пошёл работать В таком раннем возрасте Я считаю, это огромный плюс Это очень о многом говорит Ну, я смотрю по своему сыну Что-то заставить делать Этих молодых людей Ну, практически невозможно А мама тебе даёт На карманные расходы? Или ты уже сам полностью обеспечиваешь? Даёт, но самому приятнее Очень крутая позиция Оставайся в ней Приучить подростка к труду насильно невозможно Можно только подать собственный пример Если у вас горят глаза от любимого дела Если вы любите свою работу То, вероятнее всего, и подросток будет делать так же А если подросток ничего не хочет Ему ничего не интересно Задайте себе честный вопрос Когда вы последний раз научились чему-то новому? Когда вы занимались своим делом С полной отдачей И так, чтобы ребёнок это видел Что вы ходите на работу Не только деньги заработали Но я не хочу ради ребёнка вот это всё делать Я хочу работать на нелюбимой работе За огромные бабки Приходите каждый день говорить Как я ненавижу свою работу А в конце месяца радоваться Приходу очередного лямчика И что там подумает ребёнок? Мне насорно Потому что мой главный проект в жизни Это я Бля, у него серёжка уже в 15 лет Даже ладно, дело не в 15 лет Парень с серёжкой Окей Да нет, просто выкладывают Да что-то время от времени А с такой-то мамой И не воспользоваться Такой возможностью для продвижения Не хочешь? Не тянет туда Мне кажется, ему хочется Всё-таки оторваться И не быть частью вот этой команды Прилепленным как папа К маме Бля, причём тут папа вообще? Маме и к её вот этому бизнесу Который вообще круглогодично Круглосуточно Ежесекундно Вообще всё им пропитано Мне кажется, он хочет иметь свою жизнь Маклау, там муха летает Периодически за колдуть её И как-то уже начинает её формировать Слушай, у тебя не так давно появилась сестра Во-первых, как это вообще, да? Когда ты уже подросток И вдруг у тебя появляется младшая сестра Ты ждал этого? Это пришло так очень-очень резко Я так думаю, опа Ну всё, значит Буду вести себя как в фильмах Ответственно, ух Но тебе объясняли эту позицию родителей Или ты сам просто себя принял Такую манеру поведения Что надо быть ответственным Вот это маленький человек Ну, я просто знаю себя И сестре было бы очень приятно Если бы я делал всё, что мог бы для неё делать Большая ошибка многих родителей Они никак не готовят старших детей К рождению младшего Но вы сможете с этим справиться Если заранее будете говорить старшему Что ваша любовь к нему не уменьшится С появлением другого ребёнка Если вы будете выделять старшему индивидуальное качественное время Хотя бы 30 минут в день Когда мама и папа только его Ну и, конечно, если будете обсуждать с ним особенности младенцев Что младенец — это не сразу весёлые совместные игры А какое-то время это может быть и плачь, и бессонные ночи Но это абсолютно нормально И вот когда родители так заранее готовят старших К появлению младших То конкуренция, ревность и стресс минимизируются Мне кажется, ты очень на папу похож, на Антона Ну, Антон, ты же мой очень Да ладно, серьёзно? ЧЕГО? Да ладно, я просто помню, что она сказала Я дважды замужем Я не удивлён, ребят, потому что, ну, у меня-то Кочарышка хорошо работает Я всё помню Ну, если даже похож, то так совпало Круто Ну, это интересно Ну, мне кажется, по характеру похоже А сколько тебе было лет, когда... Да, вы как раз пообщались с мужем текущим минуты три И с мальчиком четыре По характеру очень сильно похоже Можно уже делать какие-то выводы, я думаю Он появился как папа, как отчим в твоей жизни Семь Ты его не называешь папой? Нет Так просто завязанно А как ты чувствуешь? Ты его воспринимаешь как... Самый прикольный факт, что я с ним живу По времени, по годам дольше, чем с родным отцом Насколько ты ощущаешь этого человека Как кого-то родного, ценного, важного человека Че мнение ты уважаешь, воспринимаешь Ну, то есть, как отца Пусть мы не называем это такими словами Он выполняет все функции, даже больше То есть... Ну, то есть у вас хорошие отношения? Конечно Ну, тогда мы оставим тебя Пойдём поговорим с твоей мамой У нас появилась пара вопросов Очень интересных вопросов Не б***ь Он такой, что поговоришь? Слушай, я похвалила Лёшу за то, что он в том числе очень похож на папу Это было не очень удобно, потому что выяснилось, что... Да, я поняла Он не папа Многие так думают Ну, да, действительно, Антон не родной, условно Папа Лёше И я была очень удивлена Но, опять же, для меня, кто вырастил, тот и папа Я переживала всегда, как это могло отразиться на его психике Потому что, когда мы разводились с первым мужем Как раз таки с папой Лёшей, да? Он его украл у меня Да нет других слов Животное Короче, я подала на развод Он сказал, что возвращайся Я бы тоже при разводе крал ребёнка Да, и животное Я говорю, я не вернусь Он говорит, тогда я тебе устрою райскую жизнь Вернёшься И начал мне оставлять палки в колёса Сначала он сказал Я не буду давать тебе денег Не давал Какой-то промежуток времени прошёл Не работает Не возвращается Чё ещё сделать? Он ходил по квартирам По съёмным, которые я снимала И начал меня таким образом преследовать И говорил владельцам квартир, у которых я снимала Что она там, не знаю, из притона Что ребёнок не её Что ещё что-то Ему верили Потому что он выглядит, ну, как обычный человек А чем он занимался? Подполковник полиции на тот момент Интересный молодой человек Всё хорошо с головой Всё нормально И в один прекрасный день Я прихожу за ребёнком в садик А мне говорит воспитательница А вашего сына забрал Папа Я говорю, как? Я ему звоню А он уже ждёт звонка Ну что, дорогая? Теперь ты сына своего не увидишь А для меня это до сих пор Очень больная тема Эту историю не вспоминала 8 лет Вот так вот Это жёстко на самом деле Если это всё так и было Полностью как было Я даже не думала, что Меня вот так вот Порвёт на слёзы Знаете, когда ты не видишь уже По итогу месяц ребёнка Тебе звонит сын И он говорит Мам, ты знаешь, кто? Ты Его так сказал мне Я понимаю, что его настроили Настроили просто Он, наверняка, и трубку ему дал И сам её набрал И он сразу забирает Говорит, ты поняла, кто ты? Это жёстко Это очень страшно Ужасно Я вообще Я просто Я даже представлять не буду Какие Лиля Переживала Эмоции Я ей искренне сочувствую Ну то, что со звонком Не, конечно, садик Это тоже жесть Что, типа Чел просто решил забрать Себе сына Ещё не сказав То, что в звонке Это прям Добивка Я целый год Пыталась Год Пыталась его забрать У меня пачка заявлений В полицию Я уже молчу Что это были там Рукоприкладства И такие вот Провоцирующие моменты Она рассказала Что муж Физическое насилие К ней применял То есть он тиран Деспот И плюс он её бил Там обижал Это как вообще В какой голове Может уложиться Для меня этот вообще Такой шок был Он сказал, что Я лишу тебя Материнских прав Это какой-то трэш Просто В этот момент Я встречаю Антона Мне было вообще Ни до каких отношений Такая ситуация У тебя Сын Где вообще Чё там происходит Сын тебя уже терпеть не может Это такая Так Пока что Только мне её жалко До чего бы докопаться О! Антона встретила Хотя сын пока что Там украденный Ага Как она говорит Там всё Его настроили полностью Но самое время Познакомиться С молодым человеком Когда я вот Познакомилась с Антоном Уже Он говорит Лиль Просто давай поедем И заберём его Ну это естественная Первая мысль Попытаться хоть что-то делать Ну не получается Уже все службы Просто Просто давай заберём Я прихожу в школу И как только я зашла в школу Это маленький город Ему тут же позвонили Ребёнка спрятали В школе? В школе Кошмар Я открываю Это какой-то фильм Типа со Стетховым Только увидела Что Лёша спрятался Под парту И учительница Вот так встала В дверях Вообще доступа Не давали И Лёша уже был настроен Он как от меня прятался Я просто Прикинулась овцой Просто в ногах Я не знаю Валялась Говорю Давайте Говорю Просто Просто разреши Мне там Приготовить что-то поесть Он меня запустил Он ушёл в другую комнату И я понимала Что вот Либо я сейчас Лёшу заберу Либо уже не заберу Никогда Лёш, пожалуйста Давай съездим к бабушке Ты соскучилась А он очень любит мою маму Он говорит Я хочу Не понял Они же в школе были Там училка встала Что приготовить Как это Я открываю дверь Я вижу своими глазами Что Лёша идет вниз Я смотрю в окно У нас окна во двор Походили И он садится И мама его обнимает И всё Я поняла Что я Забрала Всё Этот день настал Блин Ну там вообще Какой-то кайф Тут важно Очень силу себя найти Реально поверить В смысле А вот этот боевой отец Который там Прятал Которому звонили Как только мама Пришла в школу Он что Просто отпустил И всё Я требую объяснений И вот Случиться невозможно Я даже сама не ожидала Что я растрогаюсь В такой степени Но Лиля была в этом Мне кажется Настолько искренне Она действительно Открылась И Это не могло Не вызвать вам Не Мне вот такую вот Реакцию Ты сделала Великое дело Спасибо большое Ну у меня нет Наверное слов Спасибо большое Спасибо Правда За поддержку Правда Спасибо большое Спасибо Спасибо Я тебя очень Поддержу Ну никому Во-первых Вообще не пожелаешь Вообще В страшном сне Пережить то Что пережила Лиля Выйти из этой ситуации И не пытаться Видеть во всех людях Потом Врагов Встретить человека Опустить его В свою жизнь Родить еще одного Ребенка Здорово Ну не знаю Мне кажется Это все образ Просто какая-то Идеальная картинка Так и не понял Роль мужа Вот этого текущего Просто что-то Ходит по квартире Понятно Предлагаю Выдохнуть Успокоиться Повар у нас Заканчивает уже Ужин наш И я Приглашаю вас Со стол Мне остается Только завидовать Потому что Я Самое Вкусное В сегодняшнем Денье пропущу Мне надо Убегать У меня сегодня Защита бюджета Я выберу то Что для меня Сейчас приоритетней Я ее понимаю Я понимаю Я знаю Что такое дела Ничего страшного Лен Я тебе приготовила Салат Но все равно Поставила блюдо Как у всех Захочешь поешь Не захочешь не ешь Всем приятного аппетита Приятно Ну что тут Я даже не знаю Какой смысл вообще Комментировать Эту квартиру То как они живут Ну просто Все очень хорошо Просто надо быть честным День на тяжелый Прекрасный ужин Все очень красиво Повар все делает Повара классные сандалии Обратите внимание На сандалии Я замечаю даже Вот такие мелочи Ему удобно ходить Если ему удобно ходить Значит он комфортно себя чувствует Если он комфортно себя чувствует Значит он делает все В комфорте С любовью В хороших условиях Значит еда будет вкусная Ребят Здесь везде есть цепочки Везде есть взаимосвязь какая-то Собо есть Роль отца Правда вот этого текущего Не понимает Что-то сидит Ну вообще Ну идеальная картинка Как я понял Да Вкусно? Очень вкусно Тебе нравится? Помидорки потрясающие Да Это она сама Одела помидорок Выращивала Пока вы там блин По комнатам бродили Помидорки Помидорки Вкусные помидорки Которые я принесла На самом деле Я скажу что Данил работает у нас Вот я сегодня Посчитала Семь месяцев Семь месяцев Тебя спрошу Она этот секрет не дает Вот брускетта Когда приготовлено? Сколько часов назад? Она приготовлена Часов в двенадцать Спасибо А я вот о чем и говорила А в чем проблема? Во времени Во времени? Опа А вот и стычка с поваром А это уже интересно Мне неприятно Люди Семься Че? Мне неприятно Люди Семься Моя прелесть Но тут откровенно Честный молодой человек Вообще Вот эта ситуация С поваром Она мне Ну совсем Не понравилась Мне его реакция Мне показалась Ну да Будем честны Реакция просто какая-то дебильная Можно было хотя бы спросить Что вы имеете ввиду Объяснить то Что если брускетта Приготовлена три часа назад С ней ничего не произойдет Это понятно Я думаю вообще абсолютно всем людям Вот это вот Мне неприятные люди Извините Все хорошо Все хорошо Точно Извини пожалуйста Я не знаю чего она добивается Честно Вот прям не знаю Не понимаю ее Мне вообще странно Такое поведение Я не хочу верить Что такие люди Вообще бывают Сколько времени Ты уделяешь Именно самим съемкам 24 часа на 7 То есть ты все время живешь В соцсетях Можно сказать что так Не разделяешь уже Где жизнь реальная А где умная Мне кажется Мне нужна психологическая помощь Потому что она вообще Какой кошмар Не видит реальности Вообще что происходит И слава богу Сын мой и муж мой Поддерживают меня Потому что Это тяжело День рождения По два раза торт выносит А эмоции не снижаются От этого накалывания Удовольствия От каких-то моментов в жизни Нет, я уже привыкла 5 лет я уже Блогером работаю Поэтому уже все привыкли Что где-то нужно повторить фразу Или прикол какой-то был Я хотела бы показать У себя в сториз И попросила Перезаписать Немножко Иногда даже Это просто Включается И я вот так Записываю Показывать ребенка В соцсетях или нет Личное дело каждого Но вот вовлекать его В блогерскую работу Очень даже нужно Потому что Ребенку важно понимать Чем занят родитель В чем суть Блогерство Это такая же работа Она требует Полной отдачи И будет здорово Если дети будут понимать Из чего она состоит Если написали Какие-то гадости Про твою маму У тебя не возникает Такого Желания написать Что-то в ответ Ну просто Зачем? Если знаешь Она у меня Отец Если честно Знаете Похож на какого-то Бойца ММА Супер хорошее То слушать людей Которые говорят Мне кажется Позвучало слово Заветное Супер Как ты сказала? Супер хорошее Ты его слышишь В каждом доме Куда придешь в гости Супер Супер А сейчас Лилия встретится На личной консультации С психологом проекта Специалистом по семейным отношениям Викторией Дмитриевой Рада с вами познакомиться Я от кого уже У вас был такой неприятный Момент в жизни Когда год Вы не видели Своего сына Потому что Его похитил Бывший муж Да Это было так То есть Его настраивали Против вас? Да Я была в шоке Что Я думала Такого не бывает А как потом Вы сделали так Забрав ребенка Что Настолько Настроенный Против мамы Сын В итоге С вами Как-то наладил Коммуникацию Наладил коммуникации Это ладно У меня вопросов нет Батя Что Просто забил болт Ну настоящий Который воровал Это случилось Долго ждала просто этой встречи А сейчас они как-то общаются Старший сын общается С папой? Нет они не общаются Это решение папы Ну то есть он просто про папу А вы пытались с ним выйти на связь Или сын может быть? Я сама не пыталась То есть если вдруг бы ребенок То есть спросил Да что-то Задал там вопрос Там где папа Я бы сказала Хочешь позвони ему? А дома есть какие-то фотографии Вашего бывшего мужа? Нет А зачем они не нужны? На самом деле Ребенок Это всегда Наполовину мама Наполовину папа И ваш сын папу знал Он с ним был Он с ним был много То есть это важный человек В его жизни Он с папой Этот как его Звонил маме Говорил что она Кто там Ну какое-то матное слово Я такие не произношу Жизнь Вот такое исключение полное Из разговоров Из памяти Из дома Из фотографий Важного человека В жизни ребенка Это очень травматично То есть здесь Два момента сложных Первый это когда его забрали На год от мамы И второй Когда он полностью лишился отца И лишился отца он не на год А на всю жизнь получается Именно родного? Именно родного Дома должно быть Какое-то поощрение Одобрение Что позвони папе иногда Да это должно исходить от мамы Не всегда это ребенок попросит Тем более ваш ребенок Был запуган тем Что с другим родителем Общаться нельзя Что там что-то будет опасное Или плохое Но так или иначе Очень важно Хоть иногда Провоцировать их общение Пусть оно будет раз в три месяца Но вот папа Его роль должна быть Чтобы ребенок не пытался Вот эту дыру А там дыра Забить чем-то другим Впоследствии А чем он может ее забить? Ой, чем только Он Это может быть всем Это могут быть разного рода зависимости Зависимые отношения Это могут быть игровая Наркотическая Алкогольная Трудогресса Это тоже сложно На мой взгляд Очень важно вернуть папу На свое место Прошло много времени И если страсти улеглись То важно это сделать Я не уверена, что я Они пока говорят Смотрите на мои губы Ставлю там, допустим, фотографию Но звонок папе мы сделаем И второй момент На мой взгляд У вас лично Не отработана эта тема Для вас она до сих пор Да Очень болезненная И вот это Вот ваша внутренняя Эта боль И драма Может накладываться На воспитание Уже второго ребенка Поэтому нужно проработать Это с кем? Правильно С поваром Проблемы многие с поваром Кстати, прорабатываются Если вы не знали Доверие к миру Но доверие мужчинам Это кажется, что Мы в голове все понимаем Кажется, что отпустило Но если каждый раз При упоминании этого Возникают слезы Значит больно А как это проработать? Поэтому, на мой взгляд Очень важно Пойти к психологу Я искренне так считаю Проработать это настолько Чтобы вы мне здесь сидели Это рассказывали И улыбались И благодарили этот опыт И спокойно на это смотрели Потому что тянуть вот эту боль Всю жизнь очень тяжело Вы разрушитесь Или разрушите блюз Спасибо большое Я в ближайшее время Обращусь к специалисту И проработаю обязательно Эту историю Вы говорили Что для вас Виртуальная и реальная жизнь Неразделима Такой сложный вопрос На самом деле Это сложный вопрос Но я что хочу сказать Вы прекрасно знаете Что блогерство Это работа Такая же работа Как любая другая Порой тяжелее Потому что нет особо Выходных от нее Отдыха И трудового кодекса Да, эти блогеры Ничего не делают И отпуск вам никто не оплатит Но Очень важно Разделять Все-таки Виртуальную и реальную жизнь Они могут быть одинаковые Это не говорит о том Что вы там Виртуальной показываете одно А в реальной другое Это говорит только о том Что уважайте свой труд И цените себя От даже любимого блога Нужны выходные Нужен отпуск Иначе это приведет все И к материнскому выгоранию И к профессиональному Виктория обратила внимание На три основные проблемы Которые существуют Это краткий пересказ С этого диалога Если что Будет у меня Очень полезный для меня Опыт Ценная информация Я прислушаюсь к ним Последую ее рекомендациям А сейчас Лилия Сможет на время Почувствовать себя школьницей И для этого ей не нужно Курить за гаражами Или носить с собой сменку Курить за гаражами Достаточно узнать Как оценили девушку Другие участницы проекта За хозяйственность я ставлю Лилию 10 Вот вам пожалуйста Хорошая оценка У нее прекрасно Организованный Хотел сказать Вот вам и серая мышь В плане хозяйства Вообще дом Все сделано так Чтобы было удобно Комфортно Я просто человек Немножко другой формации Мне тяжело Историю Блогерства Воспринимать Как полноценную Работу Ну вот я не такой человек Что вот так давайте докопаемся Так что Лилию За самореализацию Ставлю 10 За О да Воспитание детей Ставлю 4 Потому что Да 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 Не видела большого Стремления Стать ближе к детям Контакта Такого особого Какая х** ета Боже Блин Ой Что хочу сказать Очень классный выпуск Все девочки Супер Кроме госпожи Маклауд Потому что Ну очень много желчи Эту желчи Видно Со всех углов Со всех сторон Прям ну очень плохо Ну типа докапываться До брускет Которые приготовлены Два часа назад Но это уже просто Это уже короче Даже не угарно В какой-то момент Это становится не смешно Вот Вот так вот В целом выпуск супер 35 тысяч лайков Пишите комментарии Обязательно Подписывайтесь на канал И посмотрим с вами Уже следующую серию Отвечайте на какие-то вопросы Которые ранее задавал Пишите как вам И т.д. И покупайте мерч конечно Ребята Покупайте Спасибо Все целую Любую Унимаю Давайте Спасибо За просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok